Добрый вечер! Рада вас видеть. Ирина, добрый вечер. Немножечко ждем полсекунды и начинаем. Наша недельная глава Терума. И, к сожалению, я не знаю, что вы учили с предыдущими лекторами всю неделю. Я предполагаю, что это главная тема, главный посыл нашей недельной главы, что когда мы даем... Здравствуйте! Когда мы даем, мы больше получаем, чем мы отдаем. Когда мы даем Майдздаку, когда мы помогаем другому человеку, мы не отдаем от себя, а мы получаем. Что мы получаем? Место в будущем мире. Мы получаем заслуги, которые мы берем с собой. Шалом, Оксана! Очень приятно, что вы с нами. Я единственное хочу немножечко затронуть эту тему и сказать, что мне понравилась одна идея, сказанная Рабе, когда Всевышний сказал мужу, что он должен собрать пожертвования от еврейского народа. Написано, что он сказал «Зем от Беа» — такая монета, эта монета. Обычно, когда в Торе мы говорим «это», это значит, что Всевышний на что-то указывает пальцем и говорит «Вот, вот так она должна выглядеть». Обычно это происходило шалом всем. Обычно это происходило с вещами, которые Муше не знал, как они выглядят. Он их никогда не видел. Всевышний ему показывал картинку и говорит «Вот эта вещь». Но когда мы говорим про монету, что Муше не знал, как выглядит монета, ладно, там какие-то деревья, из которых был построен храм или еще что-то, неизвестно, как оно выглядело, но монета. Двухлетнему ребенку скажите «Иди купи мороженое», он скажет «Вот этой монетки хватит». Добрый вечер, Владимир, Ирина, Валера, Оксана. Почему Всевышний должен был указать Муше Робейну и показать пальчиком? Вот такую монету они должны принести на пожертвование в храм. И Рабик очень красиво объясняет, что эта монета, которая была показана Муше Робейну, она была огненная. Почему именно огненная? Потому что огонь – это единственная вещь, которая, когда от нее берешь, она не уменьшается, увеличивается. В два, три, в пять раз ее не становится меньше. И это очень большой посыл нам, что когда мы от себя что-то отдаем, не становится меньше. Мы отдаем от себя 10%, а Всевышний возвращает нам благословение на 90%. С Божьей помощью, чтобы у нас у всех была возможность давать, не считать и с честным сердцем понимать, что все, что есть у нас – это только подарок от Всевышнего и ни в коем случае не принадлежит нам. Но предполагаю, что эта тема уже мусолилась много-много раз, потому что, как я сказала, это основная тематика нашей недельной главы. Я же хотела затронуть с вами тему, которую, мне кажется, никто из предыдущих лекторов не мог затронуть. И она настолько меня взбудоражила и зарядила, что мне очень захотелось поделиться вами с ней. Итак, добрый вечер всем, кто присоединился. Повторяю, что наша недельная глава называется «Трума» – пожертвования. И мы сегодня с вами будем говорить о двух горах, которые были фундаментальны в строении еврейского народа. Естественно, это храмовая гора, на которой были построены два храма, и с Божьей помощи будет построен третий, и гора Синай, на которой мы получили Тору. Причем эти две горы, несмотря на то, что у обеих святость одинаковая, одну мы помним, мы вспоминаем и молимся о направлении этой горы, и вторая гора Синай. Мало того, что мы о ней не вспоминаем, мы даже не знаем, где она находится, и нас совершенно не интересует, что на этой горе сейчас играют футбол, пасутся козы, я не знаю, живет какой-то народ и два поклонников. Нам не важно, почему две такие фундаментальные горы, и такой разный у них посыл, и такая разная у них история и наше отношение к ним. Из этой темы мне бы очень хотелось вывести тоже что-то, что оно намного-намного глубже. Как нам относиться к святости, как нам с вами стать святыми, как поднять детей на святость, как относиться к людям вокруг и ко всему, что происходит. Меня этот урок настолько вдохновил, что если вас он как-то затронет хотя бы на один процент от того, что я получила, я считаю свою миссию выполненной. Итак, нас уже больше, и я могу приступать к основному уроку. Спасибо всем, кто присоединился, хорошего вечера. Итак, один раз позвонила жена мужу и сказала какую-то очень важную вещь по телефону. Но как только муж повесил телефон, он понял, что он забыл, что хотела жена. Боже, она сейчас придет и даст мне по голове. Что же она хотела? Как я мог забыть? Сейчас опять будет какой-то скандал. «О, что же делать, что же делать? Ладно, я сделаю по дому все, что она у меня могла попросить, и тогда ей не к чему будет придраться». Он повесил полочку, которую не мог повеситься уже два месяца. Он приготовил ужин, он убрал в холодильнике, он подмел полы, он заправил кровать, он прибил два гвоздя, которые давно не мог сделать. Он сел и сказал, ну все, сейчас она уже ничему, ни к чему не придерется. И тут звонит жена через полчаса и начинает ему в трубку кричать, «Ты где? Я тебя уже полчаса жду на остановке, почему ты еще не приехал?» Наша память, она гениальная, мне кажется, потому что Всевышний нам дал невероятную возможность не только помнить важные вещи, но и забывать плохие вещи. Мы с вами уже говорили, что если бы нам не была дана возможность забывать, вряд ли женщина бы захотела больше, чем одного ребенка. Потому что в момент, когда женщина рожает, мне кажется, у каждой проплывает медленно мысль, как я сюда попала и зачем я здесь нахожусь и больше никогда в жизни. Поэтому во многих общинах даже принято делать, как-то называется, отмену клятв после родов. Потому что женщина такого может наговорить во время родов, что не дай бог, чтобы это исполнилось. Добрый вечер всем, кто снова-снова присоединяется к нам. Итак, народ, который все помнит, народ, который все учит и все запоминает, вдруг забывает такую невероятную вещь, как гора Синай в нашей недельной главе. Да. Сейчас, секундочку. В нашей недельной главе мы говорим про Айрабайт. Айрабайт – это храмовая гора, на которой был построен храм. У нас в этой неделе сказано «Васули Мигдаш» в Ишахам Тамбетухам. «Сделайте мне на этом месте Мигдаш и будете здесь мне поклоняться». Именно эта храмовая гора у нас стоит основным каким-то знаком. Каждый день мы вспоминаем, три раза, когда мы молимся, мы вспоминаем, в какой стороне находится эта гора, и в направлении ее мы молимся. Мы ее вспоминаем. Иерусалим – святой город. И когда мы туда попадаем, в первую очередь мы идем к стене плача. Стена плача – это вообще отдельная история. Ведь эта стена, она даже не была частью храма. Храм был окружен забором, и где-то в уголке маленькая часть этого забора осталась, и это и есть наша стена плача. И несмотря на то, что у нее нет никакой, как бы, святости и причастности к храму, все народы туда ходят, кладут записочки, молятся, и это все очень трогательно. Но! Это даже не часть храма. Кстати, я вам хотела сказать, что когда вы находитесь на Котелю, то было бы правильнее, если бы мы смотрели не лицом к Котелю, а немножечко влево, потому что храм находился именно вот в той стороне, а не прямо перед нами. Но! Храмовую гору мы помним. Мы молимся, чтобы там был третий храм, мы молимся, чтобы пропало оттуда место, которое… не место, а строение, которое сейчас там находится, чтобы оно было неладно. А гору Синай, на которой мы получили Тору, мы забыли. Кроме того, я вам хочу сказать, что гора Синай, она примечательна не только тем, что мы получили Тору, на ней произошло четыре фундаментальных события, в которые Всевышний нам открылся и сделал наш народ еще более верующим, глубоким. Первое упоминание про гору Синай, второе, второе, оно называется «Ара Хореве». Упоминается, когда Мушер Абейну пасет, как-то называется, пасет скот и трой, и он проходит мимо горы, и видит, что вот… проходит мимо какого-то места, и видит, что там горит куст и не сгорает. Подходит он к этому кусту и удивляется тому, что этот куст должен уже был давно превратиться в пепел, но никак нет. Он стоит и вдруг слышит голос. «Место, на котором ты стоишь, свято оно, сними обувь, потому что здесь я откроюсь тебе». Окей. На этом месте Мушер послали в Египет, он сделал свое дело, ровно через год и месяц, на этом же месте происходит еще одно замечательное событие. Дают нам Тору Всевышний, поднимается, спускается, и мы получаем нашу Тору. Кстати, почему эта горадняя страна, то, что она в Торе называется «Хореве», мы ее называем Синай, потому что это память о том, что это вот слово очень похоже на слово «сне». Сне – это куст. В память о том, что именно на этой горе произошло чудо с кустом, мы называем эту гору, чтобы не подумать, что это два разных места. Кстати, я бы хотела с вами тоже затронуть тему, почему Всевышний попросил снять обувь у Мушера Бейна, почему это все потом перешло в храм, где Коэн тоже должен был снять обувь, и как это относится, естественно, к нам, потому что я не устаю повторять, что Тора – это не история, которую мы учим, это не какие-то исторические события, которые были когда-то давно. Тора каждую неделю говорит с нами, для нас, для каждого дня, что мы должны делать и менять. Так вот, например, факт с обувью, что он нам дает. Вот, а это очень важно, потому что, когда мы делаем что-то святое, когда мы работаем в храме, Ханочка, привет, милая, привет, рада тебя видеть. Когда мы работаем в храме, когда мы заходим на гору Синай, мы должны снять обувь для того, чтобы быть единым целым, с местом, со святостью, на котором мы стоим. Когда мы с вами идем на работу, когда мы с вами идем на шоппинг, когда мы с вами идем гулять на море, я не знаю, куда-то мы обязаны с вами одеть опыт, чтобы всегда помнить, что между землей и между нами есть расстояние, что мы не части этой земли, что мы возвышенные материальные люди, которые должны помнить, что все, что мы делаем на земле, это наш шлихут, и мы не должны забывать, что даже когда мы делаем шоппинг, мы должны посмотреть вокруг, не нужна ли кому-то помощь, нет ли какого-то человека, которому надо помочь, предложить шабатные свечки. Когда мы сидим на море, мы должны помнить, что мы посланцы Всевышнего и тоже должны делать что-то полезное в этом мире. Написано даже, что если у человека есть сумма денег, и он на нее может купить дом или обувь, пусть он сначала купит обувь, потому что обувь – это очень большой знак для нас, что все, что мы делаем, мы не должны с этим соединяться. Мы – это не деньги, мы – это не работа, мы – это не хобби, не карьера, мы – это посланники Всевышнего в этом мире. И именно через обувь Всевышнего я вам хотел это показать. Возвращаемся к вопросу, почему мы с вами не знаем, где гора Синаи, почему нас это даже с вами не интересует. Причем не интересует это только нас, все остальные религии, которые пошли от нас. Они очень долго искали эту гору. Археологи со всех христианских, мусульманских традиций они занимались большой работой для того, чтобы найти гору Синай как центр начала религии. Кстати, даже я не помню, какая из религий, они сказали, что они нашли эту гору, и нам об этом рассказывают в Талмуде один раввин. Он говорит, что, я, к сожалению, не помню его имени, он говорит, что эта гора называется Санта-Катерина, и как он понял, что это эта гора, он сказал, что чудо этой горы заключается в том, что когда мы откалываем от этой горы кусочек, с какой бы мы стороны на него ни посмотрели, мы видим там очертание куста, как напоминание, что именно на этом месте горел куст. Даже если мы расколем этот кусочек на много-много частей, каждая из них будет в себе содержать куст. Очень спасибо большое этому раввину за то, что он... Здравствуйте! Рада вас видеть! Мамочка Ханы. Класс! У нас целые семейные тут посиделки. Надо стаканчик чая, мне и вам, и тогда у нас будет еще более уютно. Почему мы не можем принять идею, что известно нам, где находится эта гора Синай? Потому что гора Санта-Катерина, она очень-очень высокая, почти 2,5 километра в высоту. Что мы знаем про гору Синай? Когда мы рассказываем деткам в садике, как выбирали гору Синай, самая высокая кричала, дай на мне, самая там цветастая кричала, дай на мне. Какой горе Всевышний дал? На горе Синай, потому что она была самая скромная, самая низкая. Даже мы не можем сказать, что это гора, это скорее холмик, на котором была Дана Тора. И сказать, что этот холмик был 2,5 километра в высоту совершенно невозможно. Поэтому в нашем понимании, в нашей традиции сохранилось, что местоположение горы Синай нам неизвестно. И опять же, я спрошу вас, почему... Извините, я еще по поводу обуви забыла сказать, но мне кажется, что вам это будет интересно. У нас есть в утренних благословениях одно из благословений, когда мы говорим «Шаасали кольцурхи», который дал нам все необходимое. Что мы имеем в виду, когда мы говорим «все необходимое»? Ведь за одежду, которую нам Всевышний дал закрыть наше тело, мы уже поблагодарили. За душу, которая в нас вернулась, мы поблагодарили. За здоровье поблагодарили. За глаза, которые открылись, поговорили. За все, за то, что я еврей, за то, что я не раб, за то, что я все, что угодно, что не создал меня женщиной, говорят мужчины. За все мы это с вами уже сказали Всевышнему спасибо в предыдущих благословениях. Что мы имеем в виду, когда говорим о сале кольца рухи, создавшей все необходимое для меня? А мы говорим именно за обувь, потому что обувь в глазах Всевышнего это что-то необходимое для нашего существования. Именно поэтому, если вы задавались вопросами, почему в 9 аве в Йом-Кипур мы не читаем это благословение, потому что именно в эти дни мы снимаем кожаную обувь, одеваем неудобную обувь, и тогда мы точно помним, что эта обувь отделяет нас от всего, что происходит в этом мире. Итак, мы с вами продолжаем. Третья вещь, которая произошла на этой горе, я вам ее не расскажу, потому что она немножечко запутанная, она нас немножко собьет смысл, и я остановлюсь на четвертой и последней вещи, которая произошла на этом месте. Один раз Ирава, мудрец из Талмуда, он попросил местного человека, аборигена, не знаю у кого, показать ему, где находится по преданию гора Синай. Он его подвел к одной горе, и Ирава услышал голос. Он услышал, что кто-то плачет и говорит, кто, кто сможет отменить мне клятву, которую я дал? Кто мне сможет ее отменить? И он сразу почувствовал, что в этой горе находится шхена, божественное присутствие, и никто иной, только Всевышний плачет. И о чем же он просит? О какой клятве он говорит? Наверное, подумал Ирава, он говорит, что если бы кто-то сейчас отменил его клятву, что он больше не пошлет потоп на землю, он бы обязательно послал второй раз потоп, потому что то, как ведут себя люди на земле, не подходит для того чудесного мира, который он создал. Ирава испугался, что сейчас Всевышний его заметит и скажет ему отменить клятву и убежал. Когда он, запыхавшись, прибежал в Беса-Мирдрэш и рассказал, что с ним произошло своим друзьям, они сказали «Ты что? Ты только что упустил такую возможность! Ведь то, что Всевышний плакал и говорил про клятву, он имел в виду клятву, что храм будет разрушен, что мы вынуждены будем уйти в Галут. Если бы ты достоял до конца и отменил эту клятву, евреи бы, после получения Тора, войдя в землю Израиля, или отстроили бы первый храм, он не был бы никогда разрушен. К чему это я? К тому, что гора Синай, она невероятную роль несет в нашей истории. Кроме того, что впервые Всевышний показался именно на этой горе, на этой горе еще и почти закончился наш Галут, почти мы обрели полную свободу полную свободу на этой горе. И после этого всего мы когда были там, мы даже не поставили табличку, здесь был Вася, не написали какой-то граффити, я не знаю, не оставили после себя знак. Мы просто получили Тору. И когда Всевышний нам сказал двигаться с места, мы встали и пошли. И не оборачивались назад, и не благодарили это место за то, что оно нам такие вещи давало. почему Тора так пренебрежительно относится к горе Синай и так трогательно относится к храмовой горе, на которой наше присутствие 1900 лет было минимальным. Когда не было храма, когда был Галут, когда мы не были там и не молились там и забывали это место. Почему эта гора сохранила святость, а гора Синай с той же секунды, когда прозвучал длинный шафар, можно было взять мячик и на территории этой горы не знаю, в футбол играть. Кстати, по поводу шафара тоже очень интересно, что несмотря на то, что эта гора, она была все украшена цветами, окружена святостью, весь народ собрался вместе, и все они исцелились от болезни. Мы получили Тору, как только. Добрый вечер всем. Как только было трубление длинное в шафар, шхена ушла. Из упоминания, не упоминания, а в память об этом, тоже, когда заканчивается Йом-Кипур, после молитвы Таила, когда уже все только мечтают покушать, уйти, и мы уже чувствуем, что мы очищены, и наши молитвы приняты, мы тоже трубим длинный, длинный звук шафара, и это как упоминание того, что шхена ушла, Всевышний снял свои одежды, покинул Тирон, пошел отдыхать, а мы в эту минуту можем побежать и быстренько скушать кусочек арбуза или лекаха, который ждет нас в синагоге. Было два раввина, два нахмана, но я не помню, кто они по батюшке были, ну, в общем, один нахман жил в центральном, столичном городе, он второму сказал, слушай, приезжай к нам, у нас такая, такая еврейская жизнь, у нас и синагога, у нас и бизнесы можно вести, у нас и с делами какими-то заниматься можно, что ты живешь в своей деревне, на что второй нахман сказал, ты не понимаешь, не место красит человека, а человек место, слышали такое выражение? Оно у нас впервые приводится в Талмуде, не место красит человека, а человек место, я нахожусь в том городе, в котором я нахожусь, и я делаю его особенным, откуда он говорит, я это знаю, я это знаю из истории про Горусинай, потому что когда там был Всевышний, когда там был еврейский народ, это была особенная гора, как только люди оттуда ушли, эта гора потеряла всякую духовность и всякий смысл для нас, даже исторический, поэтому знайте, что там, где вы находитесь, это то место, где вы можете себя максимально реализовать и исполнить свой шлихут, свое посланничество от Всевышнего в этом мире, потому что если бы нет, вы бы не находились на этом месте, не находились бы в этой компании, это тоже важный урок из нашей недельной главы. секунду, просто я вижу, что уже много времени, не хочется говорить вам лишнее. Окей, я дохожу уже до основной точки. В чем разница между Горой Синай и Храмовой Горой? На Горой Синай здесь очень внимательно. Мы были пассивными зрителями. Мы стояли, слушали, кивали головой и обещали все, что потом мы не соблюдали. Когда человек не двигается, когда человек не делает никакое действие, когда человек не платит, он не меняется. Любая лекция, любой урок, даже то, что вы сейчас слушаете, он на вас никогда не повлияет, если вы не начнете после этого урока менять себя и делать что-то. Вот эти вот внутренние переживания, желания, о да, она говорит правильные вещи, надо пойти, я не знаю, помолиться, дать сдаку или сделать еще какое-то доброе дело. Если вы после этого не идете и это не делаете, этот урок вас не поменял, эта лекция для вас ничего не сделала, эта книжка на вас никак не повлияла. Гора Синай была пассивна, потому что люди после того, как они услышали Тору, через месяц что? Они создали Золотого Тельца. И это основной вопрос, который задают наши мудрецы. Ну как? Представьте, каждый из вас, на каком уровне вы не находились, вы получили Тору. Месяц назад вы слышали самого Всевышнего, вы излечились от всех болезней, вы чуть ли не лишились своей души, которая поднималась к небу, услышав Всевышнего, и через месяц вы делаете ему замену, вы делаете Золотого Тельца. Как это возможно? Ведь иногда одно слово человека может нас изменить и направить нашу жизнь совершенно в другое русло, а тут сам Всевышний не смог это сделать. Потому что мы были пассивны, потому что мы ничего не делали, потому что мы послушали урок, сказали «Да, спасибо», закрыли свои планшеты и пошли дальше заниматься своими делами, никак не меняя свою жизнь. Что же в свою очередь сделала у нас Храмовая гора? А Храмовая гора это испытание. Храмовую гору мы не раз и до сих пор завоевываем своей кровью. Мы сами строили храм, мы сами приносили туда жертвы, мы сами выбирали коинов, мы сами отдавали туда своих первенцев, мы сами, мы сами, мы сами активно принимали жизнь. активно принимали участие в жизни Храмовой горы и именно она нас каждый день меняла. И здесь я бы с вами очень хотела поговорить про вещи, которые связаны с этой темой, про воспитание, про отношения в семье, про отношения между друзьями и подругами, про отношения на работе. Всевышний в нашей недельной главе говорит Асули, Асули Микдаш, сделайте мне. Всевышний не говорит, построите, Всевышний не говорит, давайте я вам скину, я не знаю, так же, как я сотворил мир, вы так же речениями будете создавать храм. Он говорит Асули, сделайте мне, потому что как только человек делает, он меняется. Как только человек платит за лекцию, за психолога, за одежду, он ее обязательно ценит. и чем больше он платит, тем больше он ценит. Поэтому все психологи, даже если вы подойдете к своей подруге-психологу и попросите помощь, она должна будет не постесняться и сказать, извини, но даже для тебя у меня есть какая-то стоимость, потому что когда человек платит, он ценит. И мы с вами это прекрасно на себе знаем. Как бы мы не любили с вами халяву, халяву мы никогда не ценим, мы относимся к ней пренебрежительно. Всевышний может сломать природу, но он не может ее изменить. Это написано в Талмуде, и мне кажется, что это очень важно. Только мы сами можем себя поменять. Мне кажется, я вам уже эту историю рассказывала, и может, если вы ее помните, извините, пожалуйста, что я повторюсь, но мне кажется, что она как никогда подходит к нашей недельной главе и теме. Когда-то был такой Раф Нахман Судак, он жил в Ташкенте, после Ташкента его Рэб послал быть шалехом в Англии. Он приехал и начал свой шлихут, но, к сожалению, все очень шло сложно, но в какой-то момент, через 50 лет своего шлихута он собрал Йовель. Йовель это 50-й год, который очень активно празднуется во всех сферах жизни, Израиля, и хозяйства, и работы, рабы освобождаются на 50-й год. Так вот, он собрал огромную аудиторию, было уже больше ста семей шлихим, которые он воспитал и отправил по маленьким городам, чтобы они приближали там евреев. Были очень знаменитые люди. И вот, когда Фарбрэнген закончился, он остался со своими близкими друзьями, хасидами, они у него спросили, скажи нам, пожалуйста, как ты смог этого достичь? Как у тебя не опустились руки? Что тебе помогло выстоять? Потому что этот человек, который приехал, его никто не принял. Все нерелигиозные люди, они совершенно не хотели с ним общаться, потому что это напоминало им про войну, про то, что есть Бог, а как Бог позволил случиться Холокост, все эти вопросы будоражили их память, совершенно они не хотели иметь никакой связи с религией. А религиозные люди не хотели тоже его принимать. Почему? Потому что хаббата он всегда отличался от остальных направлений. хотели, чтобы это было в их традициях, что-то более открытое, куда люди пойдут, где людей примут и не скажут, одень юбку подлиннее, одень кофту с рукавом подлиннее. И он сказал, что когда он жил в Ташкенте, ему было 9 лет, его мама отправляла под страхом смерти в еврейскую школу. И для того, чтобы его не споймали, он должен был уходить, пока темно, и возвращаться домой, когда уже темно, для того, чтобы его по дороге не споймали, не спросили, где ты учишься, и не посадили в тюрьму его родителей. Проблема была, когда в пятницу, когда он должен был возвращаться домой до захода солнца. И вот в одной из пятниц 9-летний мальчик, как мой сын, шел с книгой домой. Он редко ходил с книгой, это было опасно, но в тот момент, я не знаю, может, он тоже изучал недельную главу Трума, и шел родителям рассказать тот урок, который мы учим здесь с вами. И вдруг он почувствовал сильный удар по плечу. Мальчик, что ты здесь делаешь? Я иду домой. А где ты учишься? Я учусь в такой-то школе, сказал он. Тогда еще не было возможности проверить это по мобильному интернету. А что это за книга? Да, это книга, я китайский учу. Ладно, иди. И мальчик пошел. И по каком зрением он увидел, как за ним идет этот человек и преследует. И он понял своим 9-летним мозгом, что это он выдержал и не сказал, но если он приведет этого человека домой ему маму заберут в тюрьму и откажут ей в общении с детьми, откажут ей в кошерной еде. Она обязательно скажет, что мальчики у него учатся в Хейдере, а девочки в религиозной школе. И непонятно, что будет с этой семьей. И он побежал. И побежал человек за ним. Он говорит, что полтора часа он бегал от этого полицейского. Пока не стало уже ночью. Он не спрятался в какой-то яме и не переждал там этот момент. Когда он вернулся домой, он рассказал это все родителям. Несмотря на это, в следующий день, в воскресенье, он снова пошел в Хейдер. И он говорит, что тогда он понял, какие силы у него есть внутри. И как это действие его поменяло. И насколько в нем была велика вера во Всевышнего, что он не испугался, не заплакал, не признался, а сделал по максимуму для того, чтобы продолжить дальше обучение свое и дать возможность обучаться своим братьям и сестрам. И что вы думаете, говорит, неужели я, который перестал бояться Сталина в 9 лет, могу бояться холодных англичан, которые мне не улыбались и которые не хотели отправлять своих детей в школы, я понял, что я стою, сколько сил во мне есть. Так вот, когда мы помогать, когда мы видим свои силы, когда мы делаем что-то от себя, мы обязательно растем, мы обязательно двигаемся. Помните, даже когда мы стоим на месте, мы как будто на велосипеде, велосипед, который стоит на горе и перестают крутить педали, он никогда не остановится и не будет стоять на месте, он или едет вперед, или катится назад. Так же сделана наша жизнь, на Всевышний и говорит Ассуле Мешкан, сделайте мне, пожалуйста, Мешкан, встаньте и сделайте, я вместо вас ничего не буду делать, потому что я уже сделал для вас этот мир и вы его, Адам и Хава в первый же день что сделали? И сгадили. Если бы вы сделали этот мир своими руками, этого бы не произошло. Еще с тех пор Всевышний знает, что халява очень опасна для человека. Что по поводу воспитания? Есть иногда не о нас будут сказаны такие папы, которые любят работать до пасна и приходить домой, когда дети уже спят, ужин уже на плите и спокойненько войти, пообщаться с женой и лечь спать. Проходит 10 лет и когда они подходят к своим детям, они уже не знают о чем с ними говорить. Они не знают чем живут эти дети. Потому что для того, чтобы строить какую-то связь, будь то дети, будь то муж и жена, будь то друзья, мы не можем быть пассивными. Мы не можем думать, что эти отношения держатся просто на времени, что со временем они укрепляются, что наверное сейчас я ссорюсь с мужем, а через 10 лет обязательно что-то изменится. Через 10 лет без действия обязательно последует развод. Не дай Бог. Потому что в каждой сфере, где мы видим отношения человека с человеком, единственное, что может спасти эти отношения, это каждодневная работа над ними. В иврите есть очень хорошее различие между двумя словами учитель и воспитатель. Например, как там называется школьный, постоянный школьный учитель, классный руководитель, вот, на русском он классный руководитель. на иврите же есть учитель математики, учитель физики, учитель химии, а есть механех, воспитатель, он не только в детском садике, механех, он в школе, потому что учитель не может никогда воспитать ребенка, он может его научить алгоритмом, он может его научить справописанию, но он никогда не сделает из него человека. Кто сделает из ребенка человека? Механех, человек, который его воспитывает, человек, который ему дает желание самому учиться, самому спрашивать, самому задавать вопросы, самому приходить и говорить, давайте с вами поучимся. Не только собственным примером. Скажите мне, пожалуйста, кстати, я очень хотела остановиться на примере Авраама и Цхака. Авраам и Цхак оба строили колодцы, но все колодцы Авраама, они засохли, и у нас нет упоминания об этих колодцах в наше время. Что такое колодцы Ицхака? Колодцы Ицхака, это в напоминании у нас есть Бер-Шева, город, который называется в честь семи колодцев, которые построил Ицхак. У нас есть Реховод, тоже где были колодцы Ицхака. Колодцы Ицхака, они вспоминаются до сих пор. Если мы заглянем в Кабалу, естественно, насколько нам это возможно, мы увидим, что эти колодцы это олицетворение, воспитание и вклада в наш мир. Почему колодцы Авраама, они засохли? Что мы здесь такого не очень лицеприятного учима про Авраама? Авраам был невероятной личностью. К нему приходили люди, и он говорил, сейчас учите Тору, сейчас скажите Беркат Амазон, иначе заплатите за всю трапезу. Сейчас я вам принесу тапочки. Помните, когда он сделал обрезание в 99 лет, и вот пришли к нему ангелы, он думал, что это просто какие-то арабы к нему зашли. Он побежал, он сам приготовил языки этих животных, подал им сначала молоко, потом мясо, потом поменял посуду, потом рассказал им, какой крутой Всевышний, потом сказал, давайте помолимся. Нету ни одного человека, какая ужасная вещь, говорит нам Кабала. Нету ни одного Гера, которого приблизил Авраам. И после смерти Аврааму он остался предан Всевышнему. Нету ни одного человека, которого Авраам смог из чужой веры перевести в нашу. Почему? Потому что когда они сидели в его шатре, никто из них ничего не делал. Они сидели на солнышке, Авраам им носил, Сара им носила, надо сказать молитву, скажем молитву, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и ушли. И когда они вышли из этого дома Авраама, они опять говорили лошонара, они опять поклонялись своим богам, они опять, я не знаю, молились каким-то идолам. Потому что Авраам, он все строил вокруг своей личности. Он был лектором, который собирал огромные залы, который умел разговаривать, который умел приближать. Но что, когда этот лектор выходит из зала, зал теряет свою святость. Поэтому нам, как родителям, и я это говорю не вам, я это говорю себе, потому что очень часто я забываю и начинаю детей обучать. Надо так, надо это, вот посмотрите. Мой пример им тоже не поможет. Когда они будут видеть меня, что я молюсь, они будут становиться рядом и молиться. Но как только меня не будет неделю дома, они не станут молиться. Потому что я личность, которая... Давайте, пока я здесь, вот сейчас вы помолите, сейчас вы сделаете начало отъедаем, сейчас я вам это напомню. Как человек может воспитать своих людей, как человек может построить невероятно теплые духовные отношения со своим мужем и женой. И когда мы станем как Ицхак. Ицхак... Он был невероятным. Несмотря на то, что у Авраама, у Ицхака было два неуклюжих сына, мы все знаем, что случилось с Ишмаэлем. Ишмаэль не стал любимым сыном. Ишмаэль вообще не является евреем. Ишмаэль нечем гордиться. Нету ни одного потомка Ишмаэля, которому мы можем гордиться и сказать, вот его имя, он вышел и стал человеком. Нет. Никогда у Авраама и Ишмаэля не было связи. Почему? Потому что Авраам всех приближал. Потому что Авраам вокруг себя строил огромные толпы людей, которым он рассказывал как надо. Но они выходили с урока. И тут же все забывали. У Ицхака был сын еще похуже. Был Исаф. Мы с вами уже говорили про Исафа. Он был убийцей, он был злодеем, он делал ссоры между мужем и женой. Он уводил жену мужа, когда он с ней разводился, он ее тоже выкидывал, она оставалась одна. Он делал сумасшедшие вещи, о которых даже нормальному человеку они в голову не придут. Но что? Написано, что Исаф – это человек, который больше всего уважал своих родителей, своего отца за всю историю человечества. Исаф, он занимался тем, что он копал колодцы. Что нам говорит? Как Каббала к этому относится, раскрывает смысл копания колодцев. Он не собирал вокруг себя людей. Он копал вглубь. Он знал, что у каждого человека есть внутри какое-то зерно, которое только надо раскрыть. Он каждого заряжал собой. Подумайте, как может человек завладеть вниманием и уважением Исафа, человека, который не считается ни с каким мнением. В 15 лет он убил немрода, который был царем всей земли, только потому, что он захотел его одежды. А Исхак он уважал. Почему? Потому что каждый день Исхак ему показывал. Ты самый умный. Какой ты вопрос мне задал? Я такого вопроса никогда не слышал. До сих пор у нас есть этот вопрос, помните, который мы с вами уже разбирали. На мой взгляд, он очень интересный. Как отделяют десятину от соли, помните? И этот вопрос остался у нас на века, потому что Исафа будоражила то, что его папа смотрит внутрь, не смотрит на оболочку, а ищет что-то хорошее. Он каждый раз это хорошее хотел из себя достать. Он не мог и расслабиться с папой, потому что он знал, что папа заглянет внутрь и увидит это хорошее. Так дай-ка я перед тем, как войти к своему папочке, помою это хорошее. Вспомню какую-то туру, которую я учил. Вспомню какой-то двор тура. Ведь папа меня сейчас спросит, мне надо будет сказать, и я хочу это сказать. Потому что такую похвалу, как я получил от своего папы, и не получили от кого. Этот злодей в прямом смысле слова таял перед своим отцом. А другими словами, перед возможностью отца заставить каждого человека действовать и быть самостоятельным. Мне кажется, что очень, очень показательная в данной истории это личность Рэба. Рэба вокруг себя взрастил миллионы хасидов. Но он сделал все так, как сделал Ицхаб. Раби, он никогда не диктовал своим хасидам, извините, это была муха, а не нервный тик какой-то. Он никогда не диктовал своим хасидам, что делать. Он им только говорил, ты должен поехать в Аргентину и там делай, что хочешь. Чтобы через год там была уже школа, садик и хейдер. Он давал каждому возможность открываться, творить, использовать свой потенциал. И поэтому, когда не стало Рэба, весь мир замер. Что же случится с Хаббатом? Может, станут новые Рэбы, которые скажут, что они достойны быть последовательным. Может быть, все Хаббатники разбегутся, потеряются и прильнут каким-то другим направлением. Но почти никто не верил, что Хаббат мало того, что сохранится после, как это называется, Исталькут. После того, как Рэба скрылся, умер. Все люди умирают, да. Почему я выбираю слова. А он стал сильнее. Вообще, я Рэба никогда не видела, но я считаю себя настолько хасидкой Рэби, потому что он мне дал силы без его активного вмешательства в мою жизнь творить, действовать, приближать. И, кстати, про Рэби я хочу рассказать одну маленькую историю, на которой я закончу. Был в одной маленьком-маленьком городе, знаете, как эти страшилки, на черной-черной улице, в черном-черном доме, была еврейская школа, очень маленькая. В каждом классе училось по 5-6 ребят. И была в этой школе, как это называется, стенгазета. И этой стенгазетой руководил один мальчик, 12-летний тогда, которого звали Янкель Акерман. Ну, естественно, эта стенгазета, что она из себя представляла, это были новости, почему учитель, я не знаю, английского сегодня пропустил два занятия, почему Ньютон то-то и то-то сделал, почему какие-то такие вот совершенно мелкие вещи, которые все проходили, и никто эту стенгазету не читал. И вот эта школа организовала на бармит у этих мальчиков поездку к Рэби. И когда они приехали к Рэби, Рэби всем давал доллар. И он, когда подошел к этому Янкелю, он сказал, «Постой, это ты, Янкель Акерман, главный редактор стенгазеты вашей школы?» И этот Янкель рассказывает, что тогда он чуть не заплакал от гордости за свое дело. Сам Рэби знает, чем он занимается. И, может быть, когда-то он видел эту газету и читал, и он говорит, что это чувство возвышенности, и что он может, и что он крутой, и что Рэби им гордится, и следит за его успехами, и не покидало его всю жизнь. И вскоре он стал, когда вырос, большим профессором, стоматологом он стал. И эти слова Рэби так вонзились в его память, в его сердце, что он не знал, как реализовать, как отдать Рэби спасибо за то, что он его так вдохновил. И, может, благодаря этим словам Рэби он достиг таких высот, потому что поверил в себя. И тогда он открыл в Америке большую школу, где он бесплатно преподавал ученикам, которые хотели пойти продвигаться в сфере стоматологии. Учил их, обучал, и самое главное, он давал им веру в себя. Он их так хвалил, он ими так гордился, он их так завоевывал, что они выходили из этой школы и становились самыми большими профессорами, не профессорами, а специалистами в своей области. Когда мы хотим завоевать чье-то внимание, мы должны помнить, что слова человека не меняют. Нам надо человека заинтересовать. Например, вот у меня был долгий период, когда мой сын Аль-Канани хотел ходить с Абой в синагогу. Он еще не выучил иврит, и ему там не нравилось. Он часто оставался дома и молился с нами укороченную женскую молитву. И это все было неправильно, потому что мальчик должен молиться в Миньяне со своим папой. Тем более, когда папа работает за границей, это единственное время, когда мальчик может видеть своего отца. Иногда. И после того, как я изучила этот урок, Раби в своей сихе говорит невероятную вещь. Для того, чтобы мальчик пошел в синагогу, важно и надо ему пообещать сладости, подарки, деньги после шабата, какие-то вещи, которые он ждет. Потому что если он пойдет в синагогу, потому что надо, потому что папа так сказал, как только папа не пойдет в синагогу, мальчик выдохнет и останется дома. Но как только он будет ожидать, что в синагоге его что-то ждет, что он будет там что-то делать, что у него будет там возможность меняться, пусть даже он пойдет туда сначала за шекель. Но когда он туда придет и почувствует себя частью общины, что он там важный, он обязательно будет туда возвращаться, даже когда папа останется дома. Я желаю вам, чтобы вы имели возможность давать другим людям чувствовать себя важными, и чтобы вокруг вас были такие люди, которые бы только вас вдохновляли, давали вам силы двигаться, и открывали у вас тот потенциал, который заложил Всевышний. Спасибо большое, что были со мной. Очень надеюсь, что, может быть, вы после этого урока не только выключите планшеты и пойдете заниматься своими делами, а подумайте, что вы можете на себя взять. Как вы можете после этого урока измениться? Как вы можете встать с мертвой точки и двинуться дальше? Ты можешь, я верю. Я не из Харпин-Тусевич, но я правда в вас верю. Доброго вечера, удачи!